Приветствую, друзья, на связи Андрей Жариков. В Казахстане продолжается судебный процесс по компании Quester World Agam, и некоторые интересовались, как обстоят дела в Кыргызстане. В мае был опубликован следующий видеоролик под названием «46 тысяч кыргызстанцев стали жертвами мошенников». Это видео опубликовано на канале Нью ТВ КГ. И давайте посмотрим. Я пенсионер. Мне 72 года. Два года назад работал еще. Тогда мне коллеги рассказали про инвестиционную компанию Quester World. Я отдал 100 тысяч сумок. Меня зарегистрировали на сайте, дали пароли. Каждую неделю сумма действительно увеличивалась. За один год, четыре месяца мой счет достиг 5200 евро. Я ходил, радовался. Два месяца назад этот сайт Five Winds перестал работать. Тогда данный пострадавший, который желал остаться анонимным, написал письмо на имя компании Quester World и получил ответ. Черным по белым было написано, что вы не являетесь инвестором нашей компании, и от вас мы не получали денежного взноса. Два месяца назад я от людей услышал, что мои деньги не отправлялись в головной офис компании, что была черная бухгалтерия, и Нацбанк подтвердил, что от Кыргызстана в компанию Quester World не отправлялись деньги. Тогда я написал электронное письмо. У меня были данные Quester World. Ответ пришел СМСкой. Они сообщили, что я не являюсь их инвестором. Я был в шоке, обратился в милицию в Ленинский район и написал заявление. Группа людей из четырех человек, представляющих испанскую компанию Quester World по рассказам обратившихся к нам граждан, обманула их. Каждый из них просил не назвать имена и не показывать их лица, потому что боятся за свои жизни. Целью инвестирования они отдали от 7 до 25 тысяч евро на руки некой Миримка с Малиевой, при этом не получив от нее ни квитанции, ни документов о договоре. Когда мы пошли в их офис, нас встретили Резвана и Мирим. Они рассказали, что у компании хорошие перспективы. От наших вложенных денег мы будем получать еженедельные дивиденды, сможем купить дома, полететь попутешествовать и так далее. Лицензию показали, мы поверили. Отдали деньги на руки Миримка с Малиевой. По словам пострадавших, четыре человека, бравших деньги, работали сообща и не отправляли средства в компанию Квестра Волт. По их данным, среди них Миримка Сомалиева, дочь бывшего бухгалтера Кумтор Голд Инк, по совместительству невестка бывшего экс-губернатора Иссык-Кульской области. Как сообщается, эта группа создала черную бухгалтерию при компании и разработала сайт «Five Winds», наняв для этого IT-специалистов. «Имя одного из них похоже на нашего артиста. Его тоже зовут Мирбек Атабеков. Он работал в таможне со времён Акаева и в пять раз богаче хваленного Раима Миллиона. Именно он организовал эту мошенническую группу. В неё входили его брат по отцовской линии Азамат Бишимбиев, который закончил юридическую академию. Соседка Резвана Таранова является челночницей. Потом вдруг стала обладать солидными долями в акционерных компаниях. Многие прибыльные места на рынке Дор-Дой оформлены тоже на неё. Кроме того, среди них есть невестка бывшего губернатора Искульской области Токон Шайлиевой. Она же дочка бывшего бухгалтера-кумптора Мири. Мы это только одна группа». Заявлением пострадавшие обратились в РОВД Первомайского и Ленинского районов Бишкека. В Первомайском уголовное дело по статье «Мошенничество» возбудили против Мириемка Смолеевой. Остальные трое находятся в бегах. Но почему-то правоохранительные органы не подают их в розыск. «Со стороны сотрудников криминальной милиции Первомайского РОВД была задержана 41-летняя жительница КМ и водворена в СИЗО ГУВД Бишкека. Сейчас ведётся досудебное расследование по данному факту. К нам обратились ещё восемь пострадавших». Как сообщают пострадавшие, правоохранительные органы не хотят расследовать это дело и спускают всё на самотёк. «Это лёгкая статья. Для них мошенничество. Они обобрали и компанию, и нас. Оказывается, Амир Бекатабеков уволился с таможни. Якобы сейчас работает таксистом. При этом его сын учится в Китае, второй учится в Турции. К примеру, по нашим данным, на его сестру оформлены 16 квартир на московской Токтугула. У нас складывается мнение, что они всё переписывают на родственников специально, чтобы показаться нам нищими. При этом находятся в сговоре с РОВД, платят ставку и работают». Офис данной компании «Квестра Волт» находился по адресу «Исаново-42-1». Но сейчас она пустует, сообщают пострадавшие. В этом здании расположены офисы различных частных компаний, и войти туда с камерой нам не разрешил охранник-сотрудник «Бишкек-Петровлю». «Это, оказывается, была компания с сетевым переведением?» «Мы ничего не знаем. Мы недавно здесь работаем». «А сейчас на третьем этаже нет такой компании?» «Нет, нет. Я же попросил не снимать». По словам пострадавших, это здание арендовала некая Резвана Таранова. Она тоже входит в организованную группу, которая обманула, по данным пострадавших, более 43 тысяч граждан в Кыргызстане. В комментариях мне писали следующее. «Бишкеке на данный момент возбуждены уголовные дела в отношении мошенников Квестра Уорлд. Косомалиева Мэй Рим сейчас находится под домашним арестом. Дело ее рассматривается Первомайским судом. Заседание назначено на 8 июля 15.00. А Таранова Резва находится в СИЗО. Ее дело еще находится на стадии расследования в Первомайском УВД города Бишкек. Всех пострадавших просьба обратиться в УВД Первомайского района города Бишкек. Следователь Алмабеков ЭА. И можете прийти в суд, не оставляйте это без внимания. Если вы в курсе, чем закончился данный суд, какое было принято решение судом, то, пожалуйста, напишите в комментариях. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго.